здрасте друзья также рады приветствовать вас здесь в этой аудитории меня зовут сергей я сам мастер спорта по велоспорту тренер фитнес-тренер имеют дополнительное образование в области диетологии кинезиологии кинези тейпирования и еще бог знает чего это александр всем добрый вечер всем присутствующим хотел бы выразить благодарность за то что нашли время на наш наше мероприятие и собственно спорт марафон за то что пригласили и дали возможность сегодня здесь выступить меня зовут александр бородавкин я собственно занимаюсь направлением байк фита уже более 10 лет за это время мы успели поработать и с профессиональными велосипедными командами российскими не только и с членами сборных команд по триатлону по велосипедному спорту вот и даже с медалистами олимпийские призерами олимпийских игр и собственно вот тема наша основная и наша основная сфера деятельности это вот то про что мы сегодня вам будем рассказывать вот но если в двух словах мы начнем и хотелось бы сегодня более такое прикладное значение это лекции придать то есть чтобы вы не просто узнали что есть такое направление деятельности как байк фита чтобы вы или ваши друзья или то но зрители наши смогли это сделать дома самостоятельно и помочь себе избежать там серьезных проблем вот сергей как раз начнется расскажет нам как это сделать да но на всякий случай если кто-то не знает о байк фит это собственно говоря ну англоязычное слово которое обозначает настройку посадки на велосипед поехали хотел сказать поглубимся в глубину веков но нет примерно с 2 наверное половина 19 века когда велосипед перестал быть ну какой-то такой развлекательной темой когда люди начали соревноваться в этом виде человеческая мысль заработала относительно того как быть бы быстрее сильнее выше там так далее вот и вместе с разработкой и усовершенствование методикой тренировок так сказать совершенствовать диетологии так сказать естественно внедрение новых технологий различных там воздушных шин там различных новых материалов там стали там дюралевых сплавах и так далее естественно мысль человеческая начала работать и относительно позиционированы на велосипеде то есть нужно было каким-то образом выявить некоторые закономерности относительно этого как рациональнее эффективнее сидеть на велосипеде как тратить на это меньше сил так сказать уменьшить различные потери а вот и на самом деле вот фотография чернокожего атлета она относится к началу века вы сами можете видеть что это достаточно уже прогрессивная посадка с точки зрения и всех угловых значений и аэродинамики вот и собственно говоря где-то в начале двадцатого века появляется такая наука как биомеханика вот развивается она естественно как сначала как некоторые сектор самой механики такой механистический подход к телу организма с точки зрения так сказать рычаговой схемы а вот ну естественно выявлялось что не хватало биологической составляющей которая уже прибавилась ну скажем так во второй половине двадцатого века а вот учитываешь уже специфику самого человека почему одни и те же углы не работают на похожих атлетах в чем дело а вот и вот тут как раз второй половине двадцатого века появилось направление собственно в том виде в котором мы сейчас и увидим точнее зарождалось направление байк фита да и она так по миру в два блока шло естественно как и во всем мире все остальные сферы деятельности это восточный блок восточноевропейские грубо говоря советские и блока западная американские западные европейские страны америка вот и ну понятно что это все дело там параллельно развивалась как и весь спорт как и вся спортивная наука в целом но даже сейчас многие догмы многие парадигмы они пересекаются и даже вот моменте когда мы углублялись в направлении биомеханики стыков и общих значений очень много да там ну там от прикладного там допустим значение отвеса колена относительно педали да то есть две основных стезе и вот сейчас том виде в котором мы видим байк фит такой как не знаю как услуги это все-таки наверно уже больше американской и западноевропейской истории но тем не менее самым сами догмы сами основные значения которые допустим даже здесь указаны они имели место быть и вот в том числе и сильные спортивные науки восточного блока если про байк фит говорить в разрезе биомеханики на и пару пару слов буквально упомянили энди привати как да и если того личности конкретных называть вот допустим такие прям мастодонты байк фита в том виде в котором мы его видим вот один из них в том числе у которых мы обучались я обучался это доктор энди привит основатель спортивная центр спортивной реабилитации медицины родом из штата штата колорадо город болдер многие слышали не слышали это мека такая велосипедно-триатлонная вот и байк фитерской и вообще очень известное место для циклических видов спорта вот и в ритул и многие технологии оттуда пошли из этого маленького городка такого студенческого тысяч на 70 человек в котором там 300 300 дней в году светит солнце и все любят спорт вот вот ну энди приют недавно ушел на пенсию но тем не менее такой неизгладимый след в истории вот конкретные это видеть деятельности оставил вот и мы ему наверно очень сильно благодарны за боди геометрии да да это все как-то дело систематизировалась прям четко система методика появилась план стратегии то есть но это б это да это совсем другой уровень этот человек который наверно один из основателей вот этого вида деятельности так ну и собственно говоря переходим к следующему слайду кому же нужна такая услуга как посадка настройка на посадке на велосипеде блажь ли это супер атлетов и суперспортсменов или это так сказать такая сегодняшняя необходимость которая так сказать ну присуще общению с нашим двухколесным конем вот мы конечно так сказать за вторую концепцию что все-таки это присуще для всех просто каждый из этих ну скажем так людей преследует свою цель и если мы дальше развиваем мысль то основная цель байк фита это адаптация тела позиция тела на велосипеде относительно каких-то отдельно взятых индивидуальных особенностей отдельно взятого человека почему выделена адаптация потому что все-таки природа матушка нам у нас не создавала таскать относительно такой локомоции такого движения как езда на велосипеде она для нас как бы не специфично поэтому нам все-таки адаптироваться нужно а вот исходя из основной цели у нас скажем так образуется четыре основных задачи что помогает решить какие байк фит помогает решить основные задачи это минимизация травм это повышение комфортности в данном случае комфорт тоже коннотацию к на форту лично с моей точки зрения это что-то какое-то кожаное кресло и так далее нет но здесь естественно комфорт немножко в другом смысле имеется ввиду рабочий комфорт безусловно когда работоспособность может не ограничиваться каким-то дискомфортом вот рационализация или оптимизация энергозатрат ну в данном случае это чистая механика то есть приложение рычагов так сказать осей там и так далее усилий правильное распределение нагрузки и с точки зрения уменьшения потерь это рационализация аэродинамики вот эти четыре основные задачи собственно говоря и решает байк фит ну там баланс но мы чуть позже об этом да да естественно для каждого атлета эти четыре задачи будут в индивидуальной иерархии для кого-то для для атлета для спортсмена которые присутствуют вернее преследует извините какие-то спортивные цели то наверное вот последние две задачи а для людей которые так сказать используют велосипед в качестве рекреации так сказать оздоровление наверное первые две задачи будут они или приоритетные первая задача возможно и я думаю абсолютно для всех важно даже для супер профессионалов там членов команд профессиональных потому что это же в том числе их профессиональной деятельности карьера да то есть чем здоровее тем дольше он ездит но тоже в балансе и конечно как сказал сказал сергей с вмещением на последние два пункта да безусловно это фактор спортивного долголетия в данном случае перечислены основные так сказать ну скажем так точки взаимоотношения с велосипедом основные болевые точки на которые так сказать жалуются люди которые садятся на велосипед это естественно промежность это стопы колене плечи кисти позвоночник а вот и в скобках данном случае но так тезисно буквально приведены способы решения ключики которые мы используем в качестве решения всего этого естественно индивидуализация как средство которое будет всегда позволять очень индивидуально решать на те или иные способы а отношения посадки в данном случае естественно учитывается такие факторы как длина но конечностей форма осанки наличие или отсутствие склеу от склеотических изменений гибкость в различных отделах позвоночника так далее в данном случае в данном случае извините за качество такое достаточно распространенные приведен пример как например форма спины посередине это норма тоничная спина вот с левой стороны это кефазированная то есть наличие сутулости в грудном отделе или например излишний прогиб в пояснице такой гипер лордоз справа вы видите это тот же фактор лимитирующие опять-таки особенности посадки в данном случае будет лимитирована длина выноса у разных этих трех людей при остальных прочих равных будет разная посадка по длине еще про спине прям слово на вот данный профиль спины он будет являться естественно для каждого спортсмена то есть условно будь то кефос или лордоз это все должно переноситься на велосипед то есть человек на велосипеде не знаю если смотрите гонки про тура наблюдали что не все там идеально ровно спиной с какими-то особенностями вот допустим увеличенный кефос это все делал для них правильно индивидуально это одна из ошибок допустим старой школы там советской спортивной велосипедной что вот пытались это все дело исправить как-то физически насильно не мануально не медициной вот но вот это вот так какой-то брался за идеал какой-то трафарет да гонщик икса и под него все подгонялись все остальные как вот бедный мужчина у которого все три проблемы да и выражение лица такое грустное я бы тоже не радовался а вот дальше наличие сколиотических изменений в данном случае у нас с левой стороны от вас нормальная спина справа вот со сколиозом в данном случае как вы видите по гребне подвздошных костей видно и изменения по тазу то есть завал и по по плечам тоже обратный завал на самом деле вариантов можно наблюдать колоссальное количество там и ротация будет винтообразное так сказать такое изменение и иногда бывает что таз смещён плечи ровно или плечи смещены таз ровно в данном случае как опять таки как некоторые особенности и прямо еще слово по прикладному собственно применению данного параметра очень важно при настройке дома или при настройке с друзьями самостоятельной настройки учитывать что если вы настроили позицию условно с одной стороны будь то правая там или левая с какой вы начали вам удобнее это не конец это может быть иногда только начало то есть вот данный слайд он отображает информацию о том что необходимо учитывать изменения своей позиции на велосипеде с двух сторон потому что наблюдайте иногда это очень разные показатели разные значения да и мы чуть позже расскажем как именно самостоятельно с помощью там видеоредактора все это можно сделать и соответственно как вы понимаете что с правой стороны где есть рисунок со сколиозом виртуально тазобедренные суставы находятся не параллельно то есть виртуально у нас есть разница по ногам и по плечам то же самое соответственно слева и справа будут разные углы вот работы это как раз о том что саша сейчас упомянул далее какие еще особенности бывают в данном случае видите форма ног форма коленей бывает в крайне правы это скажем так нормальные или нейтральные колени есть у-образные то есть варусные которые при сгибании смотрят наружу х-образные которые при сгибании наоборот внутрь смотрят и в данном случае это как особенность тоже рассматривается также интересно рассмотреть в качестве индивилизации разность по сводам стопы есть продольные есть поперечные своды вы можете сильно пока в это теоретически не залезать ну короче говоря стопа как основание при работе ног имеет различные завалы несоосности и так далее и соответственно провоцирует некоторые скажем вот такие вещи вы видите с левой стороны ну скажем корректная работа а с правой стороны такой вальгусный завал завал внутрь колена как раз он может и образовываться из-за того что колено морфологически у вас просто так сказать строение его таково особенности таковые что оно гнется именно внутрь либо по основанию стопы есть определенные особенности которые и способствуют завалу колена внутри естественно это учитывая что достаточно регулярно например вы будете кататься на велосипеде или соревноваться или тренироваться не важно в данном случае естественно это постепенная травматизация колена это не рациональная работа неэффективная работа коленного сустава и он будет просто потихонечку вас побаливать побаливать ну и скорее всего к чему-то такому серьезному приведет и замечание тоже извини что обратно по поводу этого слайда очень часто в практике сталкиваемся с тем что для многих становится сама цель убрать ненужный ход колена ну то есть какой-то для них на их взгляд или на взгляд их коллег по цеху других велосипедистов некорректно не всегда это так то есть важное замечание что отклонение колена оно может связано может быть связано с индивидуальными особенностями и требует применение каких-то специальных мер и управления работы а иногда это вполне себе естественные вещи которые надо ну не надо зацикливаться на том на чем не надо то есть тут вот грань найти это не должно быть само целью исправить там или выстроить работу колена абсолютно нулевую или ровную то есть вот в тех случаях которые Сергей перечислил это надо а бывают случаи где это не надо то есть такая очень важная ремарка потому что в общем надо обратить на это внимание в том числе ну и еще что касаемо стопы да некоторых особенностей по ну хорошо с этой особенностью работают уже индивидуальные стельки коррекционные ортопедические причем рекомендуем если вы это сказать уже как бы настроены на то чтобы делать стельки все-таки обращаться к мастерам которые работают именно со спортивной направленностью идти к ортопеду который работает со стельками для бабушкиных тапочек совершенно не нужно это безрезультатно вот потому что надо учитывать все-таки ну разницу там не знаю беговых стелек и велосипедных это будет совершенно разные полюсы вот то есть мастер должен быть профессионал и именно заниматься спортивными стельками он должен понимать это ну и соответственно вот на нижнем на нижнем слайде вот видите собственно говоря определенные завалы по стопе которые с помощью вот синяя прокладка снизу это как раз стелька которая позволяет несколько скорректировать точку опоры и позволяет там где нужно усилить слой стельки обеспечить лишнюю точку опоры где не нужно ее понизить и так далее и собственно говоря вот слайд с левой стороны это сам процесс изготовления вот таких индивидуальных стелек анатомических еще вариант асимметрии в данном случае анатомическая разница по сегментам в данном случае нижней конечности по своду свод бывает разные слева справа голень по длине бывает разная слева справа бедро бывает разное а вот сколиотические изменения иногда было такой диагноз как скрученный этап но это сложно мы сейчас его касаться не будем в данном случае тоже если мы берем сегменты нижнего порядка то есть свод и голень если по ним есть разница то с этим хорошо работает уже ортопедическая вот эта коррекционная стелька хорошо решает проблемы и уже проставочные клинья и проставки которые компенсируют разницу то есть они позволяют уже скомпенсировать опорно-двигательный аппарат и чисто с точки зрения наглядности хотел бы демонстрировать вам такое видео в котором я думаю что многие из вас прямо увидят разницу в какую сторону наклоняется таз при разнице длины конечностей в данном случае правая нога короче и видно что таз завалом в правую сторону компенсирует недостаток длины ну и в данном случае даже видно в данном случае это не реклама фирмы вора конечно вот видите положение верхней таза вот и видно что в данном случае вот оконечность левой ягодицы здесь межягодичное пространство и начало правой относительно седла я думаю многим видно насколько смещен таз относительно средней линии то есть человек прям таки наверное вот так будет лучше вот у нас седалищные бугры на которых оконечностях на которых собственно говоря мы на седле с вами сидим не человек прям сидит можно сказать на одной кости а вторая у него висит в воздухе вот и с помощью вот таких инструментов можно сильно скорректировать такую картину опять же замечание небольшое эти инструменты эффективные но такие довольно сложные к применению и вот особенно угловыми клиньями можно в целом даже больше вреда себе нанести то есть либо глубже в предмет рекомендуется погружаться либо либо к специалисту то есть тут как бы вообще вся концепция лектория сегодняшнего чтобы вы понимали как это все работает то есть теоретической части чуть чуть попозже уже как раз да ну я в том смысле что возможно кого-то вот именно теоретическая такая часть она заинтересует далее пойдем уже ближе к телу так сказать в правой части слайда вы видите как бы системы фит системы с помощью которых работают большинство фит студий вот а но они достаточно дорогостоящий и трудоемки скажем так и работают чисто формате студии вот если мы говорим о самостоятельном фите то что относительно вас с левой то есть да то вот такие видеоредакторы как дартфишки новее там хадл и тому подобное их достаточно много наверно там десяток точно первое изображено байк фастфит это приложение не знаю насчет андроида точно оно есть в апсторе или его аналоги на сегодняшний день то есть давно не проверяли актуальность ну тоже прикладная штука телефон дома штатив видео и вот да демократичные вещи чтобы сам говоря вы можете себя с боку заснять слева справа так сказать определенные маркерные точки на определенных суставах вы поставили и смотрите угловые значения вот все достаточно демократично в случае так и теперь собственно говоря переходим к алгоритму самостоятельной настройки как говорится как в видео обычно на youtube говорят да там самое главное с этой минуты то есть теоретическую часть закончили вот собственно надо делать дома прежде всего чем прежде чем настраивать посадку рекомендую обратиться к велотуфлям если кто-то из вас их использует если не использует ну как бы пропустите этот пункт вот это достаточно важно потому что это основа через которую мы с вами работаем если шипы на ваших на вашей велообуви вот стоят несимметрично или так сказать там не знаю каком-то хаотическом порядке то это будет сильно сбивающий фактор вот после того как вы настроите туфли мы переходим к седлу к его положению в различных плоскостях после этого к рулю если необходимо меняем там вынос штырь там не знаю седло и после этого перезамеряемся едем дальше так положение шипов на туфлях каким образом она выставляется и как оно должно каким он должен быть замеряется она таким образом как на фотографии вот с левой стороны лучше разутся снять носки чтобы так сказать пальпировать сустав было проще вы вплотную придвигаете поверхность пяточных костей крепления ахилла непосредственно к плинтусу рядом ставите либо линейку либо так сказать сантиметр либо рулетку нулем естественно к плинтусу и замеряем с вами расстояние от поверхности пяточной кости до в данном случае вот как на фотографии до середины фаланга плюс него сустава мизинца в данном случае он пальпируется достаточно просто прям шучка такая вот то же самое замеряем от основания кости только с внутренней части расстояния до середины плюс нефалангового сустава большого пальца вот замеряем записываем все эти два параметра тоже шишечка такая прямая ни с чем не перепутаешь вот середина суставная щель вот записываем эти два параметра обязательно замеряем вторую ногу потому что зачастую мы сталкиваемся с тем что есть асимметрические всякие явления по левой и правой ноге иногда по обоим суставам по по каким-то по там по левому или правому суставу разные вариации бывают вот и средняя линия между ними как раз будет у нас указывать где должен быть шип или собственно говоря ось педали как это проще сделать обе цифры слева и справа складывать делите на 2 он средняя арифметическая и это будет примерно вот это расстояние вот оконечности вела обуви ваши вела туфли отмеряем это расстояние которое мы с вами намерили средние и если вы используете шоссейные туфли то на шоссейном шипе у вас будут такие прям вот отметинки слева и справа если вы используете спдшки там мтб обувь то будет два параллельных болтика и средняя линия между ними собственно говоря ну вот типа вот такого середина середине середина болтика будет собственно говоря и означать эту ось педали вот выставляете это значение вот также я указал что у нас здесь вообще как бы четыре параметра по которому вы мы выставляем шипы но наверное корректнее было бы вас направить именно пока выставить именно скажем так удаленность от пятки к еще один такой способ то есть вот то что Сергей перечислил очень эффективный дотошный точный способ но есть скажем так упрощенное если так глубоко копать нет если не заморачиваться желания до сил можно просто надеть велообувь вело ботинок нащупать как раз этот сустав первыми татарсальные и просто отметочку поставить на нем ну вот например я не знаю используя какие-нибудь специальные вот наклеечки типа таких вот и просто шип немного середину шипа сдвигать за первыми татарсу это гораздо более грубый способ в плане настройки но надо же работать он прикладной да то есть если вам прям вот так считать сидеть это вот глубоко это вот прикладная штука а для более дотошных ребят тут способ отличный ну да может быть в области спорта да это как бы более востребовано вообще как бы степень свободы у нас у шипа и 3 это ротация вокруг своей оси то есть некоторые градиенты из сдвига постановка по ширине шипа так называемую к факту но я вам рекомендую мы как бы в рамках сегодняшней лекции это все равно осветить не сможем поэтому рекомендую вам плюс-минус просто посерединке его поставить так как вам удобно и хотя бы поставить шип по удалению от сустава про один из инструментов расскажу вот инструмент для настройки шипов трафарет их великое множество под все стандарты тут конкретно этот под спд то есть под мтбш на обувь для маутинбайка здесь видите есть как раз вот смещение процентра которые мы говорили то есть вы прям в трафаре отставляете и допустим используя эту наклеечку просто эту наклеечку чуть вперед от центра сдвигать удобная штука относительно доступная можно приобрести вот угол если глубже мат часть будете погружаться тоже можно настроить здесь вот есть квадратики которые ну каждый отвечает одному градус и q-фактор то есть вот все смещенные параметры здесь можно соответственно оценить с помощью вот этого инструмента даже асимметрию все четыре параметра вот такой вот линейкой под нужный трафарет шипов можно настроить и еще один фактор если кто-то из вас пользуется именно шоссейной велообувью и соответственно шоссейными педалями в мтб версии так сказать там особого выбора нету только один тип шипов там их два но это деда ну да 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 очень редко если вы начинающий то рекомендую вам ну если это сказать это вот у нас два таких основных производителя в данном случае шамана и лук вот такие два гиганта динозавра вот который то сказать там не знаю там 99 процентов рынка кстати только у нас сейчас ну если там чуть-чуть отойти в сторону спидплей сваху слились спидплей этого и один из производителей педали они немножко по-новому завоевывают рынок но через пару лет вот увидим но это для для знатоков да может быть здесь будет три гиганта то есть как бы есть тенденция есть это определенные на плюсы а вот условно если его начинающий то рекомендую в луке использовать серые шипы шамана желтые шипы они предрасполагают достаточно большим боковым люфтом флоутом так называемым так сказать для чего он нужен для того чтобы минимизировать нагрузку на опорно связочный аппарат собственно говоря нижних конечностей по моему джи си они там выступал физиолог который очень элегантно это объяснил говорит если у вас горит жесткая сцепка с педалью то так сказать всякие ротационные нагрузки они четко ложатся на ваши суставы и связки так далее если у вас есть определенный люфт боковой то с помощью того что стопа в теле педали скользит так сказать разгружается весь опорно двигательный аппарат не перегружается ни связки не суставы не так далее так вот эти еще прям на предыдущий слайд по поводу смещения шип вперед-назад еще предыдущие здесь указано положение оптимальное для тех любителей велосипедного спорта которые увлекаются длинными темповыми заездами там ну в общем 90 процентов людей 99 наверное кто любит велоспорт для них эта история рабочая и ну подходит но есть ребята которые позиционируют себя больше как там финишера спринтеры то есть для рывков каких-то экстренных там немножко ну по-другому и у триатлетов там сейчас новые тренды но это как бы опять же нюансы и чуть более глубокое погружение для большинства людей это позиция шипа смещение вперед-назад рабочие ну да принцип большом еще такой физиолог физиологичный то есть чем больше вы ось педали смещаете к пяточной кости тем меньше вы вовлекаете в работу мышцы голени и активизируете больше мышцы беда вот наоборот если движение то больше активизировать мышцы голени и чуть-чуть снимаете нагрузку с бедерных мышц ну в триатлоне это критичный момент поэтому они часто все вот там увлекаются ими быть почему критично именно в триатлоне почему они туда смещаются то что предполагает данная дисциплина то что вы после заезда ну на велосипеде после велоэтапа перейдете на бег и какую-то определенную свежесть ног ну то есть именно адаптивность 2 нужно то есть это все-таки про три вида перераспределение нагрузки ребят которые бревет катают или которые участвуют глуповых гонках или просто катаются в удовольствие но потом не бегают да ну для них это наверное менее актуально так дальше мы настроили с вами туфли переходим непосредственно к настройке велосипеда а настраиваем седло по высоте смесь настраиваем смещение седла относительно кареточного узла вперед назад угловое его положение потом переходим к положению руля и тормозных ручек но прежде чем переходить непосредственно к настройке седла как вы к наш юрик быть или не быть давайте перейдем к алгоритму подбора седла а вот как подобрать седло в частности по ширине это один из параметров ширина это не единственный параметр а вот как по ширине правильно подобрать все седло в данном случае вы видите модель таза таскать лишенную мягких тканей и мышц на седле мы с вами располагаемся на конечности седалищных бугров вот эти места дальше уходит лобковые ветви там лобковое сочленение как самостоятельно померить для этого вам понадобится табурет может быть не очень хорошо видно черное на черном табурет причем желательно либо со ступенечкой либо хотя бы низкий табурет чтобы в низком седе вам ну скажем так ягодичные мышцы натянулись и седалищные кости лучше про проявили скамера поверх да что надо будет сделать на картон очку картон очку вернее положить на табурет на нее присесть вот посидеть хорошенечко желательно даже немножко допустим пошататься стороны в сторону чтобы акцентировать на правой левой кости седалищной нагрузку а вот встаете после этого если есть мел значит мелом поверхность натерли если же такой торцевой частью то есть ну если на всю натерать не надо куда садились то кто не как карандашом а именно вот так вот ровно поводить чтобы вот след остался как на изображении мела нету возьмите простой карандаш им поводите то же в принципе подойдет так сказать ну и как в детстве знаете как монетки обрисовывали там или еще что то у вас проявится по крайней мере намного сильнее те две ямки которые остались вот седалищных букров от седалищных костей вот берете центр левой ямки правые ямки берете линейку сантиметр штангель циркуль что у вас под рукой есть все подойдет в данном случае замеряйте это расстояние например у вас получилось 120 миллиметров 12 сантиметров вот что это значит как это интерпретировать берете эти 120 миллиметров прибавляйте к этому два два с половиной сантиметра у вас получается ваша ширина седла производители как правило ну даже не производитель скорее всего так статистически получилось чаще всего три основных размера седел бывает примерно так потому что каждый производитель немножечко варьирует эту линейку ну грубо говоря там 140 145 150 155 160 там 165 168 вот основные три размера в которых так сказать плавает там я не знаю 90 95 процентов всех людей вот и соответственно вы берете свои 12 сантиметров прибавляете к этому два с половиной получаете сколько на 145 вот 145 метров это ширина от стенки до стенки седла то есть это грубо говоря ну ширина то есть не длина до самом широком месте там есть нюансы но чуть попозже расскажем да но в самом широком месте вот собственно говоря но бывают такие коллизии когда вы там 145 себе намерили а у вас там вот там не знаю там выбор там 143 или 155 в какую сторону мигрировать вот у меня 145 143 мне брать который чуть-чуть там меньше или все-таки 155 который чуть-чуть больше вот рекомендуем если вы как бы не отыскать заядлый какой-то таскать велолюбитель который заранее уже знает какое ему нужно вот все-таки мигрировать большую сторону чаще всего эта история работает вот именно так чем чуть-чуть шире тем более комфортно тем более если вы не гипер спортсмен какой-то вот таким вот образом вот два слова почему это важно как минимум это комфорт да то есть если вы чувствуете дискомфорт при использовании седла велосипеда это много вообще больше половины случаев и прецедентов там неприятных посадок это вот как раз седло вот опустим комфорт это здоровье да если вам вы сидите не на опорных точках таза не на седалищных буграх а на мягких тканях то это прямо вот плохо для здоровья это если седло уже чем да если седло подобрана неправильно или не подобрана вовсе вот ее и очень важное замечание опять же для большинами триатлона или для ребят увлеченных тайм-триалом то есть гонками индивидуальными там немного другое распределение давления то есть давление идет не на седалищные бугры то есть да там ну вот там вот там давление идет не на седалищные бугры а на как раз лобковые ветви за счет того что у вас корпус ниже таз завернут и как бы опор ну вот собственно вот этот слайд и отражает все особенности по седлу ну вот еще хорошо на так сказать замеры седла еще происходит на основе тензометрии вот ну дома это не получится сделать но в данном случае это хорошо так сказать показывает вот тот принцип о котором ты как раз говорил да то есть тут как бы относительно кроме ширины вот второе из критериев подбора седла это все-таки дисциплина да вот которые у тебя были изображены на предыдущем слайде да если ну совсем грубо да чем более агрессивно вы сидите то есть более аэродинамично тем больше давление смещается давление на седло смещается седальщина бугров больше к области лобковых ветвей и от этого будет меняться форма самого седла то есть условно если вы там просто какие-то комфортные вальяжные не длинные поездки планируете прогулочные то это понятно чуть шире седло и дальше чем больше про спорт тем больше смещения ширины к основанию седла больше опора на лобковые ветви да собственно говоря но тут ну такое информационное фото на котором такой достаточно широкий спектр седел изображен вот верху вот адама см это как раз триатлонное седло которое предрасполагает хороший заворот таза впереди лапку да и хорошую так сказать цель этого седла обеспечить максимальную опору как раз на лобковые ветви а вот то есть если подытожить ну я не знаю по проблем подбор ширины седла вопрос скорее всего закроет возможно вот именно ваш случай попадет в эти там 20 процентов нерешенных и там надо будет помозговать глубже копать и нюансы детали выяснять ну да классные классные конечно путь решения это тестовое седло если в магазине с которым то сколько вы взаимодействуете это услуга есть это вообще супер когда можно некоторое время покататься на седле и понять как бы подходит она вам или нет потому что еще раз говорю ширина седла это всего лишь один из параметров так сказать дизайна форма седел у одного и того же производителя может быть достаточно большая до жесткость так сказать количество пейдинга там внутри вот его мягкость тоже там если еще добавить критерии веса цвета да 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 анатомия таза у всех разное так сказать кому-то нужно помягче кому-то пожестче кому-то седловиной кому-то пока ты кому-то плоская здесь заранее ничего нельзя предсказать но вот из нашей практики например случайно приходит там клиент и он просто вот такую вот вереницу седел там с десяток выкатывает все попробовал а иногда стоит просто элементарно измерить ширину седальщины бугров и для него это какой-то inside то есть а чё так можно было то есть вот прям такое бывает и вполне часто ну да так седло мы с вами подобрали и теперь переходим каким же образом наиболее корректно измерить высоту седла наука нам предлагает померить инсим то есть длину ног внутренний шов да да совершенно верно супер удобно работать с длинным строительным уровнем в данном случае вот как на фотографии очень удобно взять его хорошенечко в пах поджать вот посмотреть по уровне чтобы это все было параллельно полу а вот и попросить кого-то там из друзей или таскать кто-то из семьи таскать чтобы кто-то померил таскать расстояние от пола до верхнего края если уровня нету можно палка я не знаю какую-то ровную поверхность который можно ну строительный уровень маленький коротенький он стоит копейки можно его примотать к этой швабре какой-нибудь палки достаточно ровная чтобы было не не гнутая вот то же самое проделать книга очень популярность книга до большая советская энциклопедия вполне подойдет идеально только широкий или капитал очень важный кстати момент обратить внимание молодой человек стоит велоформе это не случайно почему мы допустим измеряем инсим этот параметр именно велосипедной форме потому что предполагается что человек будет ездить велосипедной форме и вот это вот погрешность понятно что это не такая уж и большая погрешность но толщина биба белла памперса тоже имеет место быть если вы там как какой-то конкретной форме велосипед используете то наверно логичнее этот параметр энцима замерять именно в этом в этой одежде они в джинсах с низкой посадкой далее мы с вами получившееся число перемножаем на 080 887 и получаем с вами примерную высоту седла как правильно корректно мерить высоту седла центр каретки у кого-то это будет центр болта монтажного который прижимает систему кого-то это будет дырки в данном случае этом насладе кстати есть но там не очень хорошо видно ну да да центр каретки центр что на еще на первом который прям со всеми параметрами вот дальше вдоль подсидельной трубы вы доходите до верхнего уровня центра седла вот вот это расстояние будет корректная высота седла очень важно потому что из нашей практики как оказалось даже довольно опытные велосипедисты без загибов там всяких до измеряют кучи способов кто-то там начинает измерять от пола кто-то от педали педаль динамически вообще-то параметр то есть вы педаль можете вниз опустить а можно и вверх ее поднять вот кто-то загибает за седло то есть очень важно в центр оси каретки то есть именно вдоль подсидельной трубы и грубо говоря это начало диаметр вращения шатуна ну то есть вот именно где педаль крутится и второе это прям верхняя часть середины седла это прям вот супер вещь универсальная вот все унифицированные точно обойдетесь без погрешности на замер от пола от педали от потолка не знают собаки ну и далее нет 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 именно верхняя часть поверхность седла берется верхний уровень верхнем да можно ваше седло замерить рулеткой пускай там 26 сантиметров делите пополам это значение цифра 13 вот именно площади и вот получается расстояние от центра каретки до верхней части плоскости середина седла перпендикуляр от да да хочу хотел сказать именно это мы сейчас расскажем чуть позже сейчас сейчас дойдем до этого попала что-то еще хотел я уточнить относительно там есть нюансы в плане того что от угла наклона седла может изменяться высота седла смещение собственно вперед-назад и а вот что ту цифру которую вы получите это не всегда супер корректные правильная цифра объясню почему здесь фактор стопы еще влияет сразу могу сказать если у вас стопа там больше 45 45 размера да это дополнительный рычаг а вот скорее всего с большой долей вероятности прибавлять к этой цифре плюс-минус сантиметр это погрешность это базовая и очень сильно и очень сильно еще влияет положение стопы во время педалирования если человек вращает педали с нейтральное положение стопы это одно примерно вот та цифра которая у вас получится примерно будет корректно если человек вращает с сильно поднятой стопой опять-таки скорее всего надо будет к этой цифре что-то прибавлять в районе сантиметра там смотрите по комфортности если вы немножечко опускаете пятку стопа слабая там не знаю просто стиль педалирования такой вот скорее всего придется немножко опускать поэтому здесь это как бы не какой-то там абсолют который вот нельзя ни в коем случае не туда ни сюда двигать но в примерной если вы померили свой инсим и высчитали ориентировочную базовую высоту седла и она у вас отличается на сантиметры там три четыре пять и более то явно что-то не так да тут как бы это точно очень сильно сузит коридор оптимальных значений вот это вот это при до босиком далее мы определились с вами с высотой седла каким образом понять насколько правильно думаю что знаете что в подседельном замке да есть момент регулировки седла вперед и назад каким по каким образом понять насколько корректно седло стоит у вас относительно кареточного узла для этого существует способ замеры с помощью отвеса вот как александр держит в домашних условиях это может быть раз нитка или веревка с гайкой тоже работает замечательно вот в положении в данном случае если мерить и правую ногу кто правая нога на три часа вперед параллельно земле или поверхности пола там а вот отвес по передней поверхности над коленника опускается вниз и при правильной постановке у вас отвес нить отвеса должна плюс минус сантиметра проходить совпадать с осью педали с центром осью педали понятно что ты ну на самом деле вот касаемо этого пара на рисунке мы сегодня обсуждали это вот та догма который восточноевропейском блоке и в западном догмы является вот но сергей чуть позже расскажем очень важно вот данный параметр отвес колена 0 нулевой отвес плюс минус сантиметр вперед назад он актуален в разрезе настройки шоссе на велосипедах и маутинбайка и вот видите внизу тут какие-то непонятные буквы появляются и тут детали про тт да если мы с вами сейчас говорим о тт-шном велосипеде да здесь нас мужчина несся вот он а вот соответственно велосипед совершенно другой формы для триатлонных гонок типа аренмен там половинка там и так далее или для гонок на время на шоссе вот геометрия рамы совершенно другая специализация велосипеда совершенно своя сделан он чаще всего под равнинные трассы определенные и задача у него если уж сейного классического велосипеда более универсальная задача то есть на нем можно и в гору из горы и на равнине и искать и задом наперед ездить вот это чисто велосипед для гонок для эффективности максимальной поэтому посадка на нем очень и очень своеобразная вот и для того чтобы получить максимум эффективности от велосипеда параметр высоты был на слой где неважно вот здесь цифра 1 вот высота седла это то значение которым мы настроили пера как раз вопрос но вот сейчас мы на цифре 2 вот для максимальной эффективности седло сдвигается больше чем на обычном шоссеином седле вперед то есть если в данном случае у нас от над коленника от коленной чашечки от передней его поверхности у нас будет почти нулевой ну или плюс минус там вариации возможно здесь никакой аксиома нет а вот главное за сантиметр не вылезать вот то она триатлонных лет и тэшных для именно для гонок на шоссе на время отвес вперед может уходить от пяти до восьми вот наиболее оптимальный вариант даже до 12 может уходить но но это при при специально это из нашей практике это уже не совсем безопасно в плане того что сильно смещенный центр тяжести вперед разрисовка очень да это вот прям влияет на управляемость и так низкоуправляемого велосипеда то есть снаряда такого который так опасен то есть злоупотреблять этим значением не рекомендуется 58 сантиметров вполне себе хороший коридор вот ну и единственное еще замечание по отвесу сегодня как раз обсуждали новые правила весе это международный союз велосипедистов наверно позже расскажем о нем если вы участвуете в гонках под регламент с регламентом этой организации то это тоже надо учитывать и самый важный один из важных параметров это смещение седла вперед или назад вот именно в регламенте да это прописано поэтому вас могут забанить легко так вот что касаемо третьего параметра по седлу помимо высоты положения вперед-назад это угол наклона в данном случае угол постановки седла должен быть чуть чуть вниз в данном случае имеется ввиду носок седла должен от горизонтали быть от минус 1 до минус 4 градусов это наиболее так сказать популярные именно градус которым но большинству заходит почему именно так потому что если вы чисто в горизонтали выставите скорее всего носик будет в пах надавливать если больше четырех опустите то скорее всего вы будете все время скатываться седла вот-вот от минус 1 до минус 4 очень хороший диапазон который на большинстве работает очень хорошо безусловно какие-то индивидуальные случаи всегда бывают вот это не аксиома но тем не менее как правильно померить берете опять-таки в данном случае у нас толстостенная линейка ровненькая такая можете подобрать любую дощечку что то что что там что ровно и у вас есть в чем вы уверены а вот ставите на седло потому что видите как бы седло она анатомические с выемкой она не ровно и вот и соответственно если вы будете мерить в разных местах у вас будут разные углы вот поэтому мы с вами соединяем две точки крайних с помощью ровного предмета на него кладите ну в данном случае мы угломер кладем вот вы можете использовать мобильный телефон с функции строительного угломера пожалуйста вот то же самое вот от 1 до 4 градусов опущенный носок будет скорее всего вот этот ход делали помнишь важно чтобы сама площадь на которую вы кладете уровень было ровно чтобы не было да да но я но детали велосипед чтобы стоял тоже таро и деда и уклона важно чтобы велосипед было выставлен уровень для определения оптимального значения этого параметра дальше мы с вами установили седло во всех параметрах таскать по вылету высоте углу наклона переходим дальше к следующему параметру каким образом корректно выбрать для себя длину выноса то есть длину посадки и высоту руля в данном случае но наиболее корректно использовать именно вот те программы о которых мы говорили с видеоредакторы на которых вы можете опять таки их наверно затронем тезисно вот да вот этот инструмент или вот этой стороны вот это наиболее точный инструмент с помощью которого вы сможете измерить вот этот угол вот эти даже покажу или как опция вот доступно покупки это гониометр или угломер угломер да в целом он вот такой вот профессиональный узкопрофилированный инструмент ну понятно что его не так просто найти даже нам из честно не так просто его найти но вот такое что то вот можно или же можно в приложении угломером обычным относительно видео или фото данное значение определить да и в данном случае большее влияние на угол наклона спины в данном случае мы его обозначили синим цветом мерится он относительно плечевой сустав тазобедренный сустав центра этих суставов относительно горизонта горизонт тазобедренный сустав плечевой вот этот угол в большинстве случаев будет колебаться между 40 и 50 градусами 40 40 ближе к спорту 50 ближе к турингу там мтб там и так далее тому для дисциплины ну такой более шоссейный велосипедный спорт если говорить про маутинбайк то там от 48 до 60 градусов то есть можно чуть более комфортная посадка то есть сама спина выше ну и понятно если в обратную сторону смотреть опять же в тайм-триал возвращаться триатлон там допустим триатлон идет 20-30 градусов а тайм-триал это чисто гонки на время шоссейные раздельные гонки там идет от 14 градусов до 25 то есть вы понимаете какая разница вот от этого парня который в угол 14 градусов и да там и не знаю девушки который скользинка катается 60 градусов ну вот собственно это приоритет как раз тех ценностей которые мы вот за фраза траги ли в начале эквивалент каждый выбирает для себя то что ему важно и адаптируется под это вот и второй угол это как раз центр тазобедренного сустава плечевого и запястного это длина посадки да то есть насколько длинный вынос вам нужен относительно это 80 градусов это средняя величина средняя температура по больнице скорее всего большинстве случаев она будет достаточно комфортно кому-то захочется по длине есть определенные лимитирующие факторы больше они скажем так представлены мышцами верхнего плечевого пояса там трапециевидная как раз межлопаточное пространство дельтовидная вот оплетающая плечевой сустав также длинная головка трицепса которые непосредственно крепится к лопатке но еще широчайшие мышцы вот гибкость этих мышц возможно какие-то травы могут немножечко ограничивать вот этот угол плюс еще наверное в данном случае общая гибкость по задней поверхности по и по ягодичные мышцы то есть ну условно говоря вот этот тест когда вы наклоняйтесь прямой спиной а вот чем ниже вы можете с прямой спиной наклониться тем в принципе можете агрессивнее садиться по спине по наклону спины опять же чтобы отвечала вашим запросам то есть если а сколько вам это у вас задача привет проехать 300 километров но наверно бессмысленно садиться как ребят там в про туре сидят там в 38 40 градусов это наверно ну не совсем ну да критерий комфортности в данном случае приоритете даже если у вас хорошая гибкость и развит верхний плечевой пояс да да и в данном случае вот на синий как раз градус наклона спины больше будет влиять именно положение выноса по высоте с помощью проставочных колец вы можете но если велосипед позволяет естественно вот или угла наклоны бы носа то есть приема которые для регулировки вот как раз вот она вот коричневый угол до будет влиять в большей степени понятно что таскать и высота влияет и другой ну в большей степени приоритет не будет влиять уже длина выноса вот на следующем на предыдущем сайте слайде как раз вы увидите некоторую вариативность по например длине выноса да вот у кого-то таскать например сутулая спина короткие руки ему нужен вынос немножко покороче чтобы соблюсти тот нужный угол кому-то наоборот нужен по длине это не знаю порядка 130 еще важная деталь по поводу длины все многие идут по пути наименьшего сопротивления и понимаю что если они не дотягиваются до руля ну буквально далеко тянуться неудобно или наоборот руль слишком близко ну как-то субъективно понимаю да там не опираясь на значение угловые идут по пути наименьше сопротивления и сдвигают седло вперед или назад решая проблему длины смещением седла это неправильно то есть как мы говорили ранее на слайдах ранее почему мы именно этот порядок обозначили регулировки позиция на велосипеде почему сначала идет высота седла и смещения а потом только руль чтобы ну не решалась не до проблема не тем способом то есть тут вот конкретно длиной выноса или смещением руля там не за регулировкой выносы другими да этот очень алгоритм важен на самом деле здесь не надо одно другим перекрывать ну на самом деле может быть в какой-то степени я не знаю если в разрезе прогулки и не очень углубленного спорта вы понимаете что вы очень вытянуто сидите можно сместить седло вперед как образец да почему это вообще не следует делать это вот больше к вопросу эффективности если вы неправильно настроить отвес вы будете прикладывать усилия не в нужном векторе не эффективным а вот допустим если вы вперед сильно сместили седло вы будете под себя крутить ну и также назад да то есть это важно именно для эффективности и потом смещены вперед седло она будет дополнительную нагрузку на ваши руки но и да и естественно вы просто будете неправильной развесовкой наваливаться на руки и давление на кисти дискомфорт боль и так далее тому подобное следующий параметр тоже немаловажный выбор ширины руля какой ширины нужен рубль извините руль по фрейду говорился данном случае некоторые варианты рулей представлены там шоссейный гравийный там интегрированный руль о нем чуть позже чаще всего достаточно взять руль задней частью к себе до трубами к себе совместить вот эти две точки по господи плечевым суставом а вот руль не должен быть шире вот примерно под концы ваших плеч две трубы присоединили а вот сразу оговорюсь скажем так гонщики выбирают по уже рули но у них приоритет в аэродинамике уже руль меньше сопротивления для них это приоритетнее вот для любителей наверное ну вот тот параметр который я указал плюс но если как бы скорость совсем вам не нового не важно или там на гравийниках чаще всего там шире рули стоят лучше управляемость так сказать особенность формы рулей допустим граво рули они шире в основании туринги тоже туристические велосипеды они дропы то есть нижнюю часть руля вот среднего до разводе так в основном это сделано для для того чтобы удобно сумме штаны устанавливать до туристические то есть это в какой-то степени вредит может быть физиологическим особенностям но по крайней мере отвечает запросам эксплуатацию кстати говоря за не с руляю когда по бездорожью по уфа а видишь чем шире руль там по-моему да в чем в чем минус использование неправильной ширины руля если руль слишком узкий ну категорически допустим предположим у вас ширина плеч 42 сантиметра а руль вы используете 36 сантиметров это очень ну дискомфортно сдавливать грудную клетку мешает правильному дыханию просто неудобно ну соответственно то же самое если вы девушка с плечами 36 сантиметров а используйте руль там не за 48 это тоже некорректно перенапрягаются руки слишком широко да да это некорректное положение кистик в предплечье предплечье к плечу выгибы неестественным то есть это просто не это то что мы рассматривали относительно колена когда вот был завал вот здесь тоже самое происходит только таскать завал локтя идет что что для флэт руле там ну вы прямые рули для мтб там а другая немножко история сейчас вообще за счет того что майнеры то есть d29 диаметры колес стали популярные рули становятся шире 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 то есть это как каком-то знаете смешном меме да то есть еще шире еще шире сейчас очень широкие рули и это в принципе нормально именно веяние развития маутин байка ну что с этим сделать физиологически работаем с этим вот узкие рули просто на управляемость скажутся да и тут наверное вот конкретно данные рекомендации будет неприменимо реально сейчас рули очень широкие 700 2 740 миллиметров зависимости ну да просто очень хитрые таскать там сопрягается все таскать с изменениями имеет геометрии самой рамы рамы становится длиннее короче вынос из-за этого шире баранка там физиология наверно второй план уходит вот здесь это более применено там там свои да там там есть свои фишки там скажем параметр аэродинамики на вернем его естественно если 10 придет девушка невысокого роста с найнером что кстати тоже не всегда бывает найнеры не всем еще по росту проходит и она прессе с таким рулем 740 где просто держаться не может но естественно мы и поможем лишнее от пилим грипп с подвинем все триггеры все эти переключатели монетки все сдвинем вот ручки тормозные но вот маутинбайки сейчас другая ветвь они немножко физиологических особенностей отходят в пользу там райзеры уже идут на увеличенный угол для того чтобы хват был да да там особенности много я думаю что эта тема вообще отдельные лекции и тут можно долго дискутировать и погружаться в этот материал вот так сказать к слову так сказать наша боль это вот такие интегрированные кокпиты так называемые где у нас руль вместе с выносом соединены в одну так сказать часть деталей когда человек на достаточно дорогостоящем велосипеде к нам приходит на настройку а вот мы его замеряем а ему нужен конкретно длиннее или короче вынос то в данном случае приходится ему решать эту задачу с помощью того чтобы этот достаточно дорогой руль продавать а себе заказывать с другими параметрами на обычном ру рулем мы бы просто заменили вынос который съем на отдельный и быстро решили бы эту задачу опять же прикладная рекомендация по используя таких руль и если вы планируете приобрести такой велосипед с таким рулем сергей очень на самом деле смягчил сказав что просто другой он покупает ничего не просто вот это не то что ты там пошел не просто покупать не просто покупать сложно заказывать ждет какие-то не унифицированные стандарты диаметра штока вилки это месяцами годами происходит то есть это ну реально сложно да на самом деле если вы планируете покупать дорогой велосипед с интегрированной системы руля и выноса наверное целесообразно будет это все дело вот что мы сегодня обсуждали там байкфит дома на сделать на каком-то другом велосипеде тренажере там рулеткой померить сделать подбор профессиональный ну больше в тему погрузиться чтобы сто раз отмерить до один раз заплатить и точно знать как какой кокпит нужен дорогой ошибки это важно так далее положение тормозных ручек на руле данном случае наверное очень хорошо мы постарались по крайней мере так доступно сделать фотографии чтобы было понятно каким образом корректно ставить ручки данном случае вот на этом слайде видно что ручки сильно вверх стоят если не очень хорошо видно вот здесь заломы прям происходит естественно это идет на пережимание кровеносных сосудов нервных окончаний естественно приводит тому что что начать чаще всего на кисти живут не имеют кисти из-за чего пережимание идет компримирование таскать нервной ткани кровеносных сосудов так далее или набрал обратный эффект когда ручки очень сильно стоят вниз до складка идет уже в другом месте а вот здесь вот идет пережимание и не имеют уже скажем не большой палец со средним а так сказать безымянный и мизинец другой сегмент вот и самая эффективная постановка увидите вот посередине слайд никаких кожных складок все хорошо все отлично вот и если в этом случае не имеют кисти здесь уже приходится таскать и рекомендовать уже использование так перчаток с гелевыми ставками которые таскать уже будут учитывать или развесовку правильно положение в данном случае я имею ввиду что если вы все остальные таскать этапа мы с вами хорошо прошли все правильно выставили то в конце и ручки тоже должны встать на свое место и никаких проблем не должны вызывать очень важно сергей несколько раз выделил ручки то есть ну здесь скажем так для художественной составляющей для простоты мы немножечко рулем поиграли до чтобы вот угол набрать помощью наглядно за но это не совсем правильно руль должен стоять но наверное больше в этом вот в третьем слайде то есть горизонтальные ближе горизонт до ближе горизонту нижней части руля и если у вас какая-то из этих двух ситуаций вам необходимо не руль подымать а ручки корректировать если мешает обмотка обмотку размотан если речь идет про велосипеды кстати это этот залом кисти актуаль не только для шоссейных велосипедов но в том числе и для маутинбайк вот там как раз можно и грибс подвигать и сам руле покрутить и для для поиска оптимальной позиции кисти то есть вот как на втором изображении там принципа на мтб велосипеде такой что там отыскать параллель при хвате ручки должна соблюдаться там плечевой кости предплечье и кисти то есть вот этих завал заломов да вот примерно как сказать как здесь или вот этой вот картин не должно быть и ручки тормозные в данном случае тоже должны выставлены быть так что пальчик вы поставили на тормозной на тормозной рычаг и принципе вот вот у вас единая линия единая параллель должна быть вот в этой позиции так ну да здесь вообще моя тема я там чуть ли не там каждый день созваниваюсь комиссаром российским комиссаром и все это не до который в том числе и с этим регламентом ознакомым вот сегодня мы например настраивали человека который собирается на чемпионат мира по регламенту это но этого старта в тайм-триале и там прям очень важно соблюсти все правила и если из ну один из этих моментов не учтен то перед стартом комиссар вас может развернуть это очень важно ну то есть кажется что это единицы но это люди которые к этому шли и готовились ехали в другие страны города там отборы какие-то проходили и если вы собираетесь самостоятельно настроить посадку и игнорируйте данные правила это очень чревато вот но из принципиальных у тебя там дальше есть изображение на слайде да ну там как бы уже вот вот здесь дополнительные да здесь на кадрах изображены вот эти короткие рожки с перемычками которые не выступают за грипсы ну именно за сами худы капюшоны ручки тормозной по регламенту это не случайно это регламент айти у это короткий триатлон триатлоны это регламент гонок олимпийской дистанции спринта триатлона то есть в том виде в котором мы там допустим его наблюдали до там последний раз даже до токийской олимпиады сейчас там немножко все поменялось сам формат изменился но если вы собираетесь участвовать в гонках по триатлону с разрешенным драфтингом то есть где можно сидеть на колесе обязательно если вы собираетесь установить лежаки они должны стоять на той линии и быть с перемычкой ну вот на этой линии уток указаны красной деталь да но для многих это неожиданностью является когда они приезжают и им говорят что парень извини ты на своем велосипеде здесь не проходишь это очень важно в российском календаре стартов такие гонки есть даже у самых главных там наших организаторов типа ренд стара есть гонки где нельзя использовать велосипеды для индивидуального старта где нельзя использовать лежаки кроме этих чтобы это не было неприятным сюрпризом ну как бы логично с регламентом ознакомиться самый простой способ уточнить если разрешенное сидение на драфтинг возможно сидеть на колесе у своих соперников если да то скорее всего ваша там крутая новая разделка туда не идет вам надо думать насчет шоссейного велосипеда и если про лежаки речь идет то вот такого плана есть также правило и все которые регламентируют гонки не триатлонные а шоссейные там их очень много нюансов но если вот обобщить вот мы сегодня про отвес говорили 5 сантиметров опять от сантиметров отступ можешь включить слайд если у нас провести больше нету вот здесь цифра 2 вот это значение должно быть 5 и более сантиметров это вот было буквально вот оранжевым цветом отмечены контуры эта цифра была актуальна до 1 января 2023 года а 26 то есть буквально например на прошлой неделе правила опять поменяли и соответственно теперь можно выставлять эту цифру значение 0 но если ну то есть буквально вот это рыжая черта она может быть вообще нулевой но там при определенном стечении обстоятельств то есть если какие-то есть физиологические антропометрические особенности и если у вас лежак на вашем разделочный велосипеде не выступает более чем 75 сантиметров то есть ну как бы это объяснить какой-нибудь велосипед да и разделочный это наверное у меня к сожалению здесь вот где вот мужчина у тебя ехал вот эти палки грипс так называемый за которой он держится вот это вот крайняя точка не должна быть дальше от этого ну от центра оси каретки дальше чем на 75 сантиметров если он ставит в 0 сантиметров седло это сейчас все запутано я думаю что для тех кому это надо они вот эту изюминку из данной информации вычленят вот но просто самое главное перед тем как выйти на старт любой гонки вы должны понимать что вот есть вот эти вот ребят которые регламентируют ваше участие в этих соревнованиях технический регламент какой-то есть там в общем имейте ввиду если вы планируете участвовать соревнованиях не забывайте но я так это субъективно немножечко это сказать внизу ложку дегтя возможно кто-то из вас по крайней мере многие сейчас на грэвел и ставят иногда лежаки кто практикует какие-то бреветы длинные как бы два диаметрального против противоположных таких аксессуара грэвел и лежак но тем не менее так вот если вы как-то планируете именно эксплуатировать лежак крайне вам не советую такую модель вот по правилам триатлона безусловно на проходит но она крайне неудобно не эргономично просто из практических соображений обращались многие люди вот такие короткие лежаки ставили для длинных может быть это любители которые таскать рассматривают для себя некоторую возможность вот такой посадки не рекомендую потому что если вы выше скажем так если где-то метр шестьдесят дать выше среднего то держаться будет очень неудобно грубо говоря да очень короткий хват подлокотник будет дай бог захватывать одну треть вашего предплечья две трети будет висеть в воздухе это очень неудобно относительно управляемости очень небезопасно лучше купите нормальный полноценный длинный лежак где локоть у вас будет операция прямо на подлокотник вот это будет очень хорошо вот такой не рекомендую крайне тем более вам никто этого не запрещают если вы катаетесь для себя то вот эти вот ребята вам вообще на них там на самом деле если копнуть глубже то наверное можно вот эти организации сравнить с регламентом формула-1 чтобы все команды профессиональные все спортсмены были в плюс минус равных условиях потому что копать можно глубоко даже есть такой такая дисциплина на треке часовая гонка рекорды в ней ставят в двух грубо говоря таких категориях больших это вот и все и пруф то есть это то что под регламентом и по правилам а международного союза велосипедистов и вот ребятам которые вообще поливать на этот союз да там они книгу рекордов гиннеса например наверное такой рекорд войдет и они там могут себе какие-то спойлеры ставить какие-то там еще и аэродинамичные штуки там то есть это наверное сделано для того большей части для того чтобы всех уравнять чтобы вот как формуле один не было каких-то убер богатых команд как там ferrari до которые могут напихать там чтобы это было не соревнование технологий на соревнования атлетов это чтобы сохранить вот прочую при прочих равных да там вот и на спортивную составляющую вот так ну это шутка конечно вот тут если еще одну черточку провести прям резюме такое да если вы собрались настроить велосипед систематизирую все что мы сегодня обговорили не забывайте первое это положение высоты седла второе это смещение седла третье это положение руля вперед-назад вверх-вниз и четвертое положение грипса руля вот это прям наверное основное да и вот опираясь угловые значения до всякий случай можете зафиксировать в целом вот опираясь на данную методичку вполне себе можно избежать серьезных проблем и со здоровьем и с дискомфортом на велосипеде получать от этого удовольствие и собственно они боли страдания до в целом все что мы хотели поведать вам сегодня рассказали вот если у кого-то вопросы вопросы мы с удовольствием вопрос по поводу настройки ответ по идее положение ответ она же будет зависеть от длины шатуна не совсем ну в общем вы имеете ввиду что если из установить более короткий длинный шатун сам отвес изменится ну да это коррелирующее конечно значение чисто теоретически если человек просили промахнулся с размером рамы очень хочет сдвинуть седло вперед чисто теоретически может взять более длинный шатун хотя ну шатун если он длинный возьмет еще больше памяти там я не знаю сантиметров шатуне это уже и не знаю там космос но во-первых а во-вторых если вот описать вашу теорию вот парень сидит на большом велике хочет сместить седло вперед не дотягивается до это значение берет шатун длиннее уводит ногу еще вперед нежелательно ну да да с точки зрения механики в принципе да но практически как бы мы с этим не сталкиваемся мы на практике сталкивались от ситуации и когда человек берет велосипед не в размер именно положение смещения седла это второстепенно там элементарно человек либо не дотягиваться до руля если он большой да там либо очень высоко сидит либо седло просто по высоте невозможно настроить ну и наоборот если велосипед маленький начинаешь настраивать седло там под сидел из рамы вытаскиваться то есть смещение наверное меньше из зола если человек сильно промазал с великом вот но в целом да лучше седлом решать сам люфт хода шатуна он диапазоне ну наверное самый распространенный 170-175 ну там для девушек и ребят пониже 165 это это кстати обосновано научно и теоретически но это применимо только для дисциплин более скоростных там буквально если объяснить вот вы сидите в аэропозиции и понятно что у вас есть ограничение по гибкости задней поверхности бедра что сделать чтобы сесть еще аэродинамичнее ребята укорачивают шатун то есть бедро ниже опускают амплитуда работа да и это позволяет им еще ниже корпус сместить то есть аэродинамичнее сделать ну это просто тренд и кстати корреляция между длиной шатунов то есть если короткий шатун использовать эффективность приложения усилия как доказано сейчас научно ее прямо такой сильный нету то есть они не вредя своей эффективности укорачивать шатун и вроде аэродинамичнее сидя то есть вот такая тенденция почему она имеет место быть там диапазон больше наверно антропометрические да то есть именно тут условно давайте там таблицу чем длина бедра наверное вот тут самое так влияющие ну если упростить то можно таблицу составить там пускай там до 170 прям наверно это где-то 165 у ребят пониже среднего роста ребята это чуть ниже среднего 170 среднем 172 5 высокий 175 высокими там 180 выше сантиметра 183 там то есть ну это очень условная таблица но тем не менее вот зацикливаться на длине шатунов как опять же показали последние исследования нет смысла и вот то что предлагает производитель ну там условно на эску там 170 на м-ку 172 и 5 штаны на эльку 175 то этого вполне себе достаточно там кто-то еще хотел даже как мужскую принципе ширина это актуально и применимо смотрите сам производитель вот один из производителей все отдел они даже позиционируют седла под женскую анатомию ну вот именно под половые органы под форму таза да там если брать относительно статистики то женские седла в среднем чуть шире ну понятно по определенным антонич да и вот как раз один из вариантов попробовать что-то типа мимика вот мимик это спеша спеш да у нас telegram канале есть там целая такая заметка большая по поводу подбора женских седел вот и там в зависимости от формы например половых губ подбирается определенной формы все отдел и есть ну такую как бы сказать и интимный момент но тем не менее сейчас производитель даже под это дело все делал ну подбирают попробуйте мимикой слева снова одного характера проблемы если вы конкретно понимаете что просто промежность давить попробуйте подобрать ширину то есть в целом вот эта теория рабочая но со смещением на женские седла вот есть это это по умолчанию тут наверное больше про саму форму вот вот допустим чем выделяется до шире седло чем выделять седло мимик у него различная плотность то есть в определенных зонах где это необходимо под женскую на то именно жестче где необходимо мягче вот очень крутое седло не реклама ради его даже купить нельзя не у нас не в принципе в россии там только из откуда-то заказывать но она вот проблему очень многих девушек решил ну что-то подобное мимик вопрос по углам если можно вы сказали что синий углы 40 50 они могут быть в случае варьироваться могут да это среднее значение мтб там 60 за более 48-60 очень важно диапазон тоже широкий вопрос по поводу оранжевых цифр во первых крайняя правая точка это что это грипп если брать мтб то в целом это наверно вот лучше запястный за стык предплечье ну я она еще речь то в принципе вот то есть ну собственно и применительно к тому что я сказал выше какой диапазон возможен в оранжевых эти цифры четко 80 для всех нет абсолютно скажите подробнее это значение применимо для мтб вот но за счет того что там сам хват отличается ну то есть вы просто ближе беретесь да за счет заворот кисти я думаю что он возможно он меньше скорее всего он будет где-то в районе 75 но это очень грубо то есть ну зависит опять же от развитости в вашего верхнеплечевого пояса насколько вы спортивные цели преследуете вот ребята которые очень агрессивно сидят очень спортивно они любят растянуться и ниже но все семьдесят пять восемь лет преследует 10 часов 7 тогда вам пока по какого папа к по какой поверхности тяжелая поверхность прям вот вверх-вниз вверх-вниз там прям все прям вот хотелось бы какую-то рекомендацию чтобы минимум было травм но тогда наверное все-таки повыше покороче дома вы прав управляемость будет лучше и растянуте посадки вы все-таки похуже будет задача не очень спортивная да я думаю что в этом случае опять же это очень все условно но в вашем случае там если говорить про мтб это ближе к 60 градусов ну пускай будет 55-60 да и более компактный угол в районе 75 про верхний треугольник речь идет просто комментировать мою ситуацию я всю жизнь ставил вот высоту седла именно не как у меня пяточку ставили я это все не предупреждено обязательно проверить а я столько класс на первом самом слайде то есть садишься ставишь вниз педаль и значит угол вот там должен быть там по вам 135 у вас ну в общем короче говоря чуть меньше чем 180 чтобы нога достаточно хорошо выпрямлялась ну чтобы пяткой не тянуться я думаю с точки зрения эргономики приложения сил это наверное правильно но потом у меня случился отрос с возрастом второй степени да у меня стало колено болит я заметил такую вещь что когда колено выпрямляется произойдется щелчок там в колене чего я стал сильно опускать и опустил до тех пор когда мне этот щелчок перестал происходить и явно опустил ниже чем все рекомендации присутствующие но колено перестало болеть исключение в данном случае подтверждает правило получается что ниже когда поставишь явно не самый эффективный способ у вас же по поведению не не популярный случай в данном случае у вас определенные конечно конечно но по поводу угловых диапазонах во первых вот на первом слайде она у нас больше графическая художественное значение было вот вот мы в своей практике используем углы диапазона во первых мы используем немного другие года мы используем систему 3d захвата движения то есть мы как вы знаете фильмы снимают датчики определенные инфракрасные на теле закрепляются человек крутит и мы прям в динамике видим как значение меняется на основании этих данных принимаем решения о изменении положения то есть это понятно что основная идея сегодня было рассказать о том как это можно сделать дома и вряд ли у кого-то там системы 3d захвата движения дома есть вот но насколько прикладные значения ваши по углу я просто не могу вот скажем так гарантировать что они правильные были вообще в принципе может быть немножко не в ту сторону сместили а может быть очень часто ошибкой кстати очень важная по отношению к этой теме вот у сергея там были системы захвата движения вот приложения это способ измерения то есть точки то есть если вы неправильно ногу при замере держали значение могут быть некорректные если вы точки неправильно выставили значение опять могут быть некорректно очень много водных да тут вы если допустим все правильно сделал и считать что проблема усугубилась туда возможно увидите эмпирически пришли к тому что все-таки начнет изменить попробовать 22 фактора они при первых они приоритетны то есть вы ищете свою позицию при котором у вас просто нет боли вот и для вас это самое главное и вы в данном случае правы закономерно нет более это хорошо закономерности вы хотели спросить что-то про угол наклона спины наверное да ну высота руля в данном случае наклон спины про речь идет про руль баран соответственно если вы используете ручку руль компакт вообще советуем руль компакт использовать это классический нет не в этом контексте есть просто анатомические с глубокими впадинами дропами ну покажи вот предыдущие ну здесь не очень удобно но приблизко руль компакт да это классический шоссейный руль с нормальным перепадом высоты верхней части и нижней дропом так называемым во первых советую использовать его он а вот анатомические рули с большим хватом грипсы они для высоких ребят удобные они какие-то специфичной форме имеют допустим первый шаг вы выбрали руль компакт скорее всего он у вас стоит по умолчанию если велик какой-то не такой из-под выперта нижняя часть горизонтальная а вот ну я не знаю как поудобнее вот это вот есть тема вот-вот указ меня не дабы даже не указка более другой профиль ну ракурс руля там на велике тебя было видео давай искать головой свои спрятал умный вот вот смотрите вот эта часть вот но это кстати ну здесь роль немножко под задран по моему мнению да вот эта часть нижней горизонтально она ну точнее вот эта нижняя плоская часть она должна быть параллельной земле это идеальный вариант и после того как вы настроили правильный разворот руля угол наклона руля необходимо убедиться что у вас грипсы соответствует этому углу да чтоб без заломов на у вас корректно стоят ручки да да конечно это тогда наверное больше вот здесь я второй признак вижу по которым на этом слайде руль сильно задран вот как бы так объяснить здесь вот эта часть руля место крепления грипса должна быть чуть-чуть вниз наклонена и здесь у самого такой смайлик должен получиться ну то есть не такая кривая улыбка ровная то есть здесь чуть низ и здесь по форме грипсы вот здесь он по двум признакам руль явно высоко задран вот наверное вам по-любому надо будет опираться на правильное положение грипсы и положение грипса относительно руля если у вас руль не стандартной формы есть конечно это не руль какой-нибудь граво где вот такие вот ну там свои задачи на ну в общем боль более двух сантиметров через размер то есть плечи предположим у вас 40 сантиметров руль 42 и 38 он в нормальных диапазонах для вас физиологически находится если у вас плечи 40 руль 44 или 36 это уже проблема ну и соответственно если он вообще 48 или 34 да это прям совсем плохо но это и без нас понятно любому человеку которую такие вот маховые плечи он сидит на таком руле но если это не спринтер на треке то он понимает что что-то не так вот то есть более через размер это нормально если проблем нету никаких болей на весь раз размером а плохо вот на размер больше или меньше итог грипс это кстати прям это очень забавно но вот сейчас даун андер да в австралии был тур данных да и там получается не знаю если кто-то следит за про гонками про пилотоном сезон начинается в австралии и вот собственно недавно начался пару недель назад и там есть одна особенность по регламенту этой гонке нельзя собой возить больше одного велосипеда спортсмена ну чтобы богатые команды не навозили кучу кучу велосипедов да и там ребята на прологе то есть это такая гонка с индивидуальным стартом не рунка и надо не имея возможности использовать разделочных велосипедах вот так вот грипс ставили то есть прям вот домиком вообще ну типа более динамичная позиция да и сидели как на лежаке но это частность да и это кстати вообще инстаграм и всю тусовку вот именно такую профессионально велосипедную взорвало ну потому что завирусилась эта вся история вот но касаемо грипп сейчас их практически параллельно никто не ставит чуть-чуть под наклоном во внутрь их смещают потому что у ручек шамана срама в принципе тоже это позволяет более экономичное положение кисти к предплечью занять то есть это было это более физиологическое положение то есть большинство вот так держаться просто неудобно начинают перенапрягаться предплечье 5-10 градусов внутрь будет то что нужно среднем до гравийный руль в этом плане а сейчас свои шоссейные рули потихонечку становятся вот домиком потихону не так конечно таскать как раз дровины и но об тенденции дополнительных да конечно во-первых но спасибо большое за лекцию потому что теперь понятно что делать дома со своим велосипедом и я хотел сначала спросить а как поступить обывателю который приходит скажем в магазин в котором есть большой выбор велосипедов ему продавец консультант ну скорее продаст то что есть для из наличия да что ему выгоднее нежели чем сам покупатель начнет там вымерять вот тут же моменте эти углы там и так далее есть какие-то советы обывательские условно простые на что обратить внимание вот какую там браму м и там и так далее два три каких-то подхода что можно выбрать для такого человека потому что я например беру себя я могу как поступить примерно взять своего размера раму приехать домой начать это вымерять потом вижу что что-то не то начать менять а можно сразу при покупке берет по плане первое второе третье но в момент покупки это мое это не мою но самое самое простое заглянуть на сайт производителя чаще всего основные таскать достаточно серьезные производители уже рекомендуют на основе определенным там инсима того забиваешь инсим или там например что там там попросит длину руки и он тебе сразу достаточно корректно выдает но иногда когда вот на стыке то ли м то ли с ну тут уже как бы нужно смотреть длинные руки или короткие тела там вот вот из этих параметров за какие за счет каких-то приемов до определенных диапазонов возможно вот потом если по длине то вот собственно говоря мы выносы да там смещение есть даже вот у вас длина выносу подседельные штыри со смещением вперед то есть он по умолчанию либо нейтральный нулевой либо с небольшим смещением назад а есть даже смещение вперед ну то есть такие существуют природе тогда более длинный вынос а чаще всего если рам мало и высоты руля не хватает то более длинный вынос с углом вверх то есть чтобы это все дело компенсировать ну тогда просто удлиненный вынос но лучше пробежаться потому алгоритм который мы рекомендовали проверить все сначала от седла насколько правильно корректно седло стоит если как бы при всех прочих равных у вас действительно проблемы с руками то тут уже да надо колдовать либо заменять руль либо вынос либо высоту выноса уже смотрите вот по поводу вопросов и по подбору и как избежать проблем с покупкой неправильно велосипеда можно в том числе обратиться к профессионалам есть такой тип услуги как подбор велосипеда именно относительно антропометрии ну не просто с там я не знаю пройти в магазин первый попавшийся или там по наличию смотреть а все-таки опираться на определенный диапазон геометрии которые именно вам подходит да ну и зачастую в хороших магазинах все-таки продавцы тоже компетентно достаточно иногда конечно бывает всякое ну вот сюда заходить да да есть подбор идея саша подборки вообще если совсем назад отмотать bike fit это ну знаете там мерить велосипед вообще это как бы оттуда началось именно подобрать правильный размер велика и когда у тебя велосипед но правильного размера вот это все хорошо ложится когда у тебя велосипед мимо мимо такая услуга есть на рынке и даже даже в определенных студиях например кто кто фитом занимается они зачастую ну с большой долей вероятности оказывают такие услуги вот заходите к нам ну велики можно страдать мнение в большинстве лучше жить неведении кстати это один и послушал лицу и на самом деле я знаю что правильно было как он не понимает я это понял до лекции в итоге я поменял да это еще вот эти факторы факторы влияющие на это достаточно велики в том числе и вот это да почему я у вас 1 1 например плечо дальше или выше другого перри напрягается мышца а может быть остеохондроз уже где-то в каком-то а может быть это и другое данном случае конечно bike fit это не magic вы пришли мы решили все проблемы но по крайней мере уменьшить какие-то болевые синдромы если есть уже какие-то хронические по опорно-двигательному например но возрастные изменения мы можем смехать вообще концепция байк фита не предполагает изменения тела то есть ну вообще если будет жеометри перемотать там девиз прям велосипед должен подходить человеку не наоборот то есть не надо ломать человека под велосипед не вот и тут как бы вот ну наши коллег и наша профессиональная задача вот все с той стороны заделать в принципе бывают такие концепции когда из двух сторон и физиологически подходит то есть но это уже такая синергетическая штука гибкость скорректировать да но если заниматься своими физическими качествами работать мануальными терапевтами с медиками там то есть с двух сторон подходить но вот именно байк фит это вот с одной стороны со стороны велика 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok